в интернете ты создаешь себе такого двойника этот двойник он как будто бы твое отражение и вот люди создают сейчас себе покупают там уже одежду для этого двойника люди себе что-то там ну в общем развивается эта вся история мета вселенная в которой живет ваш двойник и надеются что можно оцифровать весь интеллект свой все свои желания и так далее и в этого двойника направить и вот ты значит в этом двойнике как бы отразился и ты смотришь на этого двойника своего и думаешь вот как он будет он меня хоть вспомнит вообще я его создал я я это он в принципе да а как он будет себя вести это примерно вот чтобы очень очень примерное описание того что сделал всевышний когда-то с первым человеком теперь дальше человек он сказал создателю творцу сказал до свидания у меня же свобода воли ты же свободна и я хочу быть свободным и человек сказал ему я буду дальше двигаться сам двигался двигался сам и а сам человек что может наделать и вся извратила вся плоть на земле свой путь все вокруг все начало сыпаться рубшица мы часто видим это когда когда какие-нибудь правители государства да они начинают думать что они самые великие и знающие люди то они начинают рушить мир и был таком александр матидонский цезарь все неплохо заканчивают молодом возрасте просто убивают и все и и всевышний сделал примерно то же самое он стер он сказал эх жаль что человек так испортился очень жаль очень очень жаль сказал всевышний и на земле был потоп который стер то человечество которое было до потопное значит легенды об этом остались в разных разных преданиях народах они остались в виде легенд а мы знаем точно как это было и остался один ног один ной остался из всего человечества в ковчеге а что такое ковчег тыва на иврите вот как мы вторич там это было он построил тыва тыва это коробка можно сказать да да еще ты вает а слово это слово как в иврите очень четко давар это ледобер это говорит давар это слово и давар это вещь то есть он ноах он погрузился в слово всевышнего он защитился словом всевышнего и он остался из человечества один он его сыновья и от них пошло дальше все человечество которое опять отвернулась от всевышнего что же такое занимались своими делами и появился потом авраам авраам который был искатель искатель бога он искал ему было интересно как же это все происходит то есть он видите интересная вещь каждый человек он живет в микро мире в таком микро мире своих желаний своих побуждений своих есть потребности да вот у каждого человека есть то что им драйвит вообще то есть она застилает ему глаза человек любой человек такой хочется кушать хочется пить хочется жениться хочется чтобы у детей было все хорошо все эти хочется они как бы изнутри идут это потребности да есть разные теории потребности но все это хочется и вся все мышление человека это удовлетворить свои хочется и потом когда он неправильно их удовлетворяет когда он пытается удовлетворить свои хочется за счет других людей, то в этот момент другие люди, они начинают защищаться. И в этот момент что? В этот момент наступают конфликты, войны и так далее. То есть у каждого свое хочется, каждый хочет реализовать свое эго, да, свои желания. И в этот момент, когда это происходит за счет других людей, наступают конфликты. Теперь у Авраама, у него было очень яркое, сильное желание понять а как все работает, от чего зависит почему ты хочешь у одного получается, у другого не получается одним везет, другим не везет хаихи, да, да мир уже идет все выше, выше и выше все выше и выше и выше. Хорошо, сегодня расскажу и значит, получается что Авраам он искал, 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 искал как все работает. Он понимал, что есть силы, есть силы, есть какие-то духовные силы, есть влияние и он все это искал, изучил все идолопоклонство, которое было в мире мадия, колдовство, астрология и везде он натыкался на сумасшедших. Реально, вы можете попробовать этот путь пройти, да, и вот вы начинаете искать, я помню когда-то у меня была в бизнесе, ну, не партнер, можно сказать партнер, да такая очень умная девушка, она была директор рекламного единства, и она, значит была ищущая, ищущая значит, такая вот, она искала духовность все, и она мне рассказывала, говорит, вот я нашла одного там духовного учителя, он ей говорит, знаешь, говорит, у меня есть специальный проводок такой, мне нужно его в тебя вставить, этот проводок, только так я могу тебе передать духовное знание, через проводок специальный, да, представляешь? Значит, она говорит, сумасшедший, реально сумасшедший, то есть, если вы копнете вот в этих вот, которые представляются там духовными учителями, то вы обязательно наткнетесь на какую-то справку. Точно. Вот. Теперь, значит, Авраам искал, 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 ну, и у него было такое горячее желание, что Бог, Творец Мироздания, он ему ответил. Он говорит, ну, смотри, раз ты так меня ищешь, раз ты вот все человечество про меня забыла, но ты меня ищешь и хочешь реально со мной соединиться, я с тобой согласен тоже соединиться. И у них пошел диалог. У Авраама и у Бога. Теперь спрашивал, спрашивал, значит, Дамир сейчас, что такое Хая и Ехида? Значит, у всех людей есть, есть, у всех людей есть душа. Ну, понятно, у всех людей есть душа. Эта душа, она состоит из трех частей. Есть душа, которая называется животная душа, нефишбэээмит. То есть, животная душа это, это то, что оживляет и синхронизирует тело. Написано, что животная душа находится в крови. То есть, есть некая внутри, некая такая голограмма внутри человека. Назовем голограмма, структура, свет, который как бы пронизывает все его тело, все мясо, все кости, кровяные тельца, железы и так далее. То есть, это духовное, как бы, программное обеспечение, оно управляет его телом, его инстинктами. То есть, все же как-то синхронизируется внутри. Человек спит, ходит, ест. То есть, есть некая физиология, но по, вдруг у кого-то физиология нарушилась. Вот было у него все нормально, потом бах, все нарушилось. Ученые говорят, ну, у тебя гормональное нарушение, или у тебя там, нарушение эндокринной системы. И что? Ну, не знаем. А у этого что? Шизофрения. А что значит? Ну, у него что-то там, проводки какие-то отошли в голове. А почему отошли? Почему у этого отошли, у другого не отошли? Почему у одного микроб вызывает перитонит, и он умирает, а у другого, этот же микроб, он с ним живет, ходит прямо, и этот микроб, его лучший друг, да, например. Почему один живет со стафилококком, и живет, и живет, а у другого, он умирает от этого же? Это все вот это вот животное душа, которую не видно, которую ученые не знают. Некоторые пытаются до нее как-то додуматься, какие-то там кинезиологи, остеопаты, эти самые гомеопаты, экстрасенсы, иглоукалыватели и так далее, они пытаются с этими тонкими телами работать, но, значит, психосоматика, но так все, знаете, они по чуть-чуть где-то, они что-то понимают, но реально всем управляет вот эта вот животная душа, нефеш беймит. Теперь эта животная душа, она сверху зацепляется на то, что называется руах, дух. Дух человека, это его намерение, то есть, вот, если у человека, вот он, оп, он в одну сторону начинает хотеть или думать, потом он может взять и свое же намерение, вот он только хотел, а потом он говорит себе, не, не буду это хотеть, и он так, и перевел свой фокус внимания на другое. Потом он решил, что все, я пойду на гору, и вот он идет на гору, и вот дух заставляет его подниматься, заставляет его животную душу выполнять команды поднятия на гору, там, потения, ну и так далее, значит. И вот этот дух, потом он уже хочет свернуть, но он себе говорит, нет, я пойду, это все называется дух человека, его намерение, его, вот куда у него идет его намерение, точка сборки, назовем это так. Дальше у человека есть, интеллект, это просто компьютер, интеллект, вот который мы так ценим, и так прям, вау, у меня есть интеллект, мое эго, мое я, мои знания, мои убеждения, мое самоосознание, это, это просто записи, это просто записи, там человеку говорят, тебя зовут, там, Андреас, Роппельт, да, все, ему сказали, он Андреас Роппельт, все, это не то, что, и он привык к этому, с детства его так называли, или там Дмитрия называли Дмитрием, вот он привык слышать этот звук, Дмитрий, и он также, когда думает о себе, он говорит, ну, что Дмитрий, а что это вдруг Дмитрий-то, потому что тебя так назвали, все мысли человека, это то, что в него вставили другие люди, и он в этих мыслях должен, с помощью своего намерения, должен выбрать направление, куда он двигается, или он двигается, все время по потребностям, каким-то физическим своим, или же он двигается, по каким-то идеям других людей, или он двигается, в сторону своей души, вот это главный выбор, а что такое душа, вы спросите, вот эта третья часть, которая называется, Нешама, Нешама, это, это вот эта высшая душа, проявление Всевышнего, это божественный свет, который, как нимб, такой его рисуют, да, он сверху, он соединен со Всевышним, и человек может при жизни перевести свои, свое самоосознание, свою интеллектуальную часть, с помощью заповедей Торы, приклеить к этому духовному свету, как бы его приклеить и соединить, то есть заповеди, изучение Торы, оно, твое Я, переносит на вот этот твой свет, и когда тело отмирает, то те, кому повезло, они, оп, и туда пошли дальше подниматься, вот это то, что называется поднятие души, ты поднимаешься. Я же спросил, Дамир, что такое ехида, и что такое хая, значит, говорят, знающие люди, которые уже были там, это пророки, да, пророки, и мудрецы, которые слова пророков структурировали, передают дальше из поколения в поколение, мудрецы кабалы, это те, которые, это тайное знание, знаете, как интересно, кабала настоящая, вот тайное знание, оно как происходит, человек изучает, изучает всю вот эту вот доступную литературу, которая написана очень непонятным, непонятным, абстрактным языком вообще, вот читаешь, непонятно, но у них есть намерение, очень сильное намерение соединиться со Всевышним и узнать правду, и вот эти мудрецы кабалы, они, значит, учат, учат, набирают материал, набирают как бы, вот я ничего не могу изобрести в математике, потому что у меня нет исходного материала, я не знаю никаких там формул, алгоритмов и так далее, но если бы я их знал и сильно хотел что-то изобрести, какую-то там, решить теорему какую-то или еще что-то, то в какой-то момент, возможно, у меня бы там все соединилось, вот так же у этих мудрецов кабалы, они набирают, набирают материал из книга Зоар, там, комментарии к книге Зоар, какие-то есть, Талмуд 10 сферот, книги Рамхаль, Рамуша Хаймлуцата, Рамуша Кардавера, то есть есть вот это, но все эти книги написаны языком таким, что вот как изучать высшую математику школьнику, то есть он может и не понять, но у них есть тот, у кого есть жесткое, сильнейшее намерение, вот его дух направлен на то, чтобы в этом разобраться, в какой-то момент ему оп раскрывается, ему открывается, как эта штука работает, говорят, что ему приходит какой-то из высших миров, какой-то ангел, магнит, который ему рассказывает, и значит ему тогда все становится на свои места. Теперь, но это передается же из поколения в поколение, и он должен прийти к своему учителю и сказать, мне открылось так-то, так-то, так-то. И учитель ему, он, учитель не мог ему рассказать сам это. Если это совпадает с тем, что было открыто учителю и подтверждено его учителем, тогда учитель ему говорит, ты знаешь, это значит тебе открылась правильная вещь, поздравляю, значит, вот ты как раз цепочка передачи, ты стал как раз одним из звеньев. А если ему открылось что-то, что просто не то, ему учитель тогда говорит, знаешь, тебе надо отдохнуть, тебе надо к врачу отдохнуть. И такой человек, у него два выбора. Или он говорит учителю, ты не учитель, или он говорит и начинает свою какую-то секту, много было сумасшедших, именно мир, к сожалению, видит вот этих сумасшедших, которые вышли из вот этой традиции и пытаются ее обычно по каким-то личностным причинам ее продавать. Или это личностная причина деньги, как было, значит, это была Кабала Берга, да, вот это вот были центры Кабалы, которые, которые очень распространились, Мадонна им дала, даже стоили 150 миллионов долларов, то есть они создали империю. Был такой Губерберг, который стал Бергом, Груберберг, который стал Бергом, и значит, или же есть такие, как Лайтман, которые прямо вот они, гордость, Гаава такая, знаете, есть гордость, которая вот, ну, прям вот видно, да, это то, что выводит людей из традиции, потому что традиция запрещено людям неподготовленным это рассказывать. Абсолютно запрещено и не нужно людям, которые, вот Домиру, например, вообще про Ихиду и про Ихида и Хая ему знать вообще не надо, по большому счету. Зачем? Это знание никак не поможет в жизни знать, что есть у вот этой Божественной Души, есть еще два уровня, которые называются Хая и Ихида, которые уже, эти два уровня, находятся вообще вне рамок постижения обычного разума и которые соединяются уже со Всевышним. Но тогда нужно понять, что значит Всевышний и как он может соединяться с миром, когда Всевышний непостижим, а мир ограничен. И тут мы уходим совершенно в те дебри, которые нам не нужны, а нам нужна простая, простая, вот видите, Тора с комментарием Рава Гирша, значит, глава, которую мы сейчас изучаем Ахараймот и Гдошим Тию. После смерти, это первая глава, после смерти двух сыновей Аарона и после смерти, если мы при жизни делали простые и правильные вещи, мы все увидим и все узнаем. И скажут нам, знаете что, вы простые ребята, учили каждый день Тору по 20 минут, вы молодцы, у вас достаточно, знаете, как электрический автомобиль, у вас батареи заряжены, и вы можете туда дойти, а дальше вы уже там в духовном мире будете подниматься безошибочно, там уже у вас не будет вот этого вот животного тела, которое вас путает и которое вас сбивает с пути, да, это Ахараймот после смерти, а чтобы туда попасть, что значит нужно делать, вторая глава, которую на этой неделе изучаем, мы читаем в субботу, называется Агдошим Тию, будьте святы, а что значит будьте святы, очень просто, выполняйте заповеди, не делайте то, что запрещено, и делайте то, что нужно, каждый раз, когда вы, когда вы, значит, изучаете просто Тору, вот ответ на вопрос Марису Усмелана, мы изучаем простую, открытую, доступную всем Тору, все понятно, все четко, без всякой кабалы, делай вот простые, простые вещи, да, например, вот открылась глава к душим, что значит быть святым, пожалуйста, открывайте, не собирая не собраны ягоды своего виноградника, и не поднимай упавшие ягоды в своем винограднике, бедному и чужеземцу остав их, я Бог, твой Бог, не крадитесь, не крадите, не отпирайте справедливым истий, и не уйдите друг другу, не клянитесь моим именем ложно, ибо ты оскверняешь таким образом имя своего Бога, я Бог, не удерживая то, что причитается твоему ближнему, и не граб его, плату дневного работника не задерживая до утра, не проклинать глухого, перед слепым не клади препятствия, и бойся своего Бога, это отличие, просто, понятно, быть простым человеком, который просто учит Тору, делает добрые дела, выполняет просто заповеди, это то, чем мы занимаемся, мы, как бы, как сказать, вот есть, есть физкультура, а есть профессиональный спорт, и профессиональный спорт, это борьба, это допинг, это, совершенно другая вещь, или это физкультура, когда мы занимаемся простым, понятным делом, все, никакой, никакой мы кабалы не учим, никаких мы в дебри не лезем, а просто по-простому, знаете как, томим Тие и Машемы Лакеха, будь прост, простым, простосердечным, простодушным, с Богом сильным твоим. Хорошо, значит, давайте какой-то из главы мы сейчас выучим один закон, и, значит, вот, вот, например, смотрите, это глава к душим, да, глава к душим, вот такой есть, храните мои шабаты, да, сейчас как раз мы перед шабатом, вот, пожалуйста, как стать кадош святой, мои субботы соблюдайте, умикдашайте рау, и мои святилища, бойтесь моих, с уважением относитесь к святилищам, а не ашем, я Бог, значит, казалось бы, как стать святым, очень просто, когда ты идешь в синагогу, и выходишь из синагоги, когда ты выходишь, можно выйти, болтать, там, разговаривать, а можно подойти, поцеловать, порохать, это там, где Тора находится, и выйти, когда выходят, вот, мне очень нравится, как грузинские евреи, например, или там есть восточные евреи, у них очень вот это вот простое служение, очень сильно развито, и они выходят обязательно спиной, как бы, они выходят из двери, и кланяются при выходе в сторону Ковчега Завета, где есть, Ковчега, где есть Тора, значит, я Бог, дальше, не обращайтесь к кого-то и до ним, не пытайтесь лишиться чистоты посредством их, я Бог, я Бог, ваш Бог, значит, не обращайтесь к никаким колдунам, колдушкам, ясновидящим, и так далее, значит, это все люди, которые они, значит, ну, они бывают двух видов, да, колдуны, колдуни, там, и так далее, они или, или они сумасшедшие, или они злобные, негативно настроенные, и то, и другое вам не поможет, значит, я помню, я почему смеюсь, вот этот вот Гордон, который, да, есть Гордон, который сейчас такой популярный Гордон, он же раньше был владелец бульвар, у него назывался Сайт и Газета, и он, значит, его бизнес был, это он был продюсер колдунов, колдушек, контактеров, и однажды он сам лично, можете в интернете погуглить, когда его, один из этих его аферистов заболел, то он выступал, так написано в интернете, он выступал под, побрился на лысый, наверное, он с сих пор лысый, под видом контактера Пети, был контактер Петя, который сидел с сианским котом, и там за какие-то небольшие деньги, давал людям какие-то советы, значит, вот это делать нельзя, ни в коем случае, а что надо делать, как же стать святым, если ты собирался идти к колдушке, думал, что сейчас ты, значит, через нее присоединись к большому, какому-то знанию, то и ты к ней не пошел, ты стал святым, но ты сел на остановке автобусной, сидишь и думаешь, куда же мне идти-то, если я к колдушке не пошел, следующий отрывок, мипне севатакум, перед сединой вставай, и оказывай почет пожилому человеку, пнеезакенд, и бойся Бога Всесильного твоего, я Бог, все, ты можешь спокойно, идет мимо старушка, встал перед старушкой, уступил ей место, помог ей сумки донести, я Бог Всесильный твой, в этот момент ты соединился с Богом, и в этот момент у тебя сила появляется намного больше, чем у колдунов и колдушек, просто люди этого не знают, делай добро, выполняй заповеди, и Бог тебе везде сказал, я Бог Всесильный твой, я Бог Всесильный твой, бойся Бога Всесильного твоего, не бойся ничего, выполняй заповеди, все будет хорошо, и если будет жить с тобой пришелец, в твоей земле, если поселится с вами пришелец, пришедший извне, не обижайте его, как рожденный среди вас будет пришелец, пришедший извне к вам, и ты должен любить его, как самого себя, потому что это имеется ввиду пришельцы, которые принимают иудаизм, тот, кто становится евреем, его прям в Торе Бог сказал, любить его надо, как самого себя, потому что чужаками были вы в Египте, я Бог, ваш Бог, в этом проявляется любовь к Богу, не творите неправды в суде и так далее, это как раз в главе Ахараймот и в главе Ахараймот и в главе Гдошим вместе 59 заповедей, 59 заповедей, то есть можно прям конкретно изучая эти две главы и выполняя эти заповеди набрать такое количество святости, что, и вот тут мы переходим сегодня, 28 апреля, Мишлей, притча царя Соломона, 28 глава, тут есть один из любимых моих отрывков, которые очень-очень показывают, вот как точно работает Тора, вот смотрите, значит, ну вся глава, вообще Мишлей, притчи, надо изучать каждый день, у вас есть возможность изучать в Боте, можно купить, заказать книгу, книги есть в Харькове, в Вене, мы высылаем в любую точку мира, можно заказать книгу Мишлей, притчи царя Соломона, и, значит, там есть вся мудрость, вот 28 глава, приведу пример, значит, так, вот, отрывок 9, представляетый, представляете, вот человек этого не знает, например, да, обычно после, после молитвы, в синагоге есть коротенький урок, одна-два, одна-два закона, обычно там 2-5 минут, учат, но человек не знает этого, например, да, и он помолился, он у Всевышнего просил, там, все, что ему надо, просил, умолял, упрашивал, все, потом 2 минуты поучи Тору, он убегает, выходит, царь Соломон ему говорит, тот, кто убирает ухо от того, чтобы послушать Тору, его молитва для Бога не принимается, ты не хочешь слушать Слово Бога, почему Бог должен слушать твою просьбу, понятно, да, очень сильный отрывок, очень интересная одна вещь, Хахам Бейнав Иш Ашир, это 11-й отрывок, мудрый в своих глазах, богатый человек, тот, у кого есть деньги, он себе кажется очень мудрым, очень умным, и, значит, чем больше ему прет, тем он больше считает себя умным, выдаль мивин их керену, обездоленный начинает понимать и исследовать, значит, здесь нам открыт огромный принцип, вот человек зарабатывает деньги, ему хорошо, он расслабляется, говорят психологи, бизнес-консультанты, что самая опасная ситуация, когда в бизнесе начинают переть, почему, потому что бизнес, он перестает развиваться в этот момент, все отлично, все хорошо, теперь, но когда человек обездоленный, у него что-то забрали, он начинает понимать, он начинает, мы вины это, начинает исследовать, он ищет причинно-следственные связи, что, где, как я не так сделал, и он начинает их кереть, делать хатера, он начинает следствие, исследовать, то есть, Всевышнему, для того, чтобы показать человеку, что у него что-то не так, он вынужден у него забрать доход, забрать какую-то вещь, чтобы человек начал исследовать, а если он не начинает исследовать, поэтому, значит, тот, кто это знает, он даже пока богатый, он не старается быть умным в своих глазах, он говорит, мне бог дал, но я себя чувствую таким же, как и раньше, как говорил Стив Джобс, Стив Джобс, он говорил так, оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными, то есть, что он имел ввиду, это его, главное его было в жизни, такое убеждение, которое ему позволило, в двух разных сферах, стать миллиардером, и создать, две самых великих в мире компании, каждая в своей сфере, в мультиках, вообще в мультиках, и в производстве электроники, он говорит, stay angry, stay foolish, оставайтесь голодными, оставайтесь foolish, это как бы, думайте, что вы дураки, не думайте, что вы умные, он не учил Мишли, но можно догадаться, из каких-то других источников, как это работает, но здесь прямо это выражено очень четко, Хахам, Бейнав, Ишашир, мудрец в своих глазах, человек богатый, обездоленный, бедный, начинает понимать, и исследовать, ну и так далее, тут есть очень выдающиеся дальше отрывки, вот, значит, и последнее, Юдалит, 14 отрывок, Ашры, Адам, Мифахет, Тамид, счастлив человек, только не написано, боящийся всегда, а Мифахет, пугающий себя всегда, умакшелибо, а тот, кто ожесточает свое сердце, и польбраа, он упадет, когда придет на него зло, значит, то же самое, тот же принцип, счастлив человек, который пугает себя сам, он не ждет, пока реальная будет опасность, он говорит себе, смотри, мне сейчас повезло, как Яаков, он говорил, что, Катонти Миколя Хасадим, я стал маленьким, от всего того милосердия, он говорит, сколько ты мне дал милосердия, Всевышний, я стал маленьким, у меня нет заслуг, теперь, значит, так говорил Яаков, и он искал, искал, где он может еще усилиться, 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 да, теперь, тот, кто Макшелебо, тот, кто говорит, да, мне пофигу, знаете, где-то тебе есть, все, что не будет, все, мне пофигу, ну, пофигу, пофигу, потом, какая-то придет скала, которая тебя сломает, поэтому, счастливый человек, который себя пугает, что, возможно, я лишился уже, ну, действительно, Бог нам дает жизнь, здоровье, там, множество каких-то дивидендов, которые мы вообще, почему мы заслужили, чем мы лучше, чем люди, которые жили тысячу лет назад, и пили из речек, там, и из луж, чем мы лучше, а у нас зато есть водичка, смотрите, у меня есть водичка, которая, Wellness, H2O, моя минеральная вода, природная, немного газированная, и она, значит, и она ко мне приехала в Израиль, знаете, откуда, из гор Альпийских, которые в Италии, ну, представьте, то есть, это не в магазине, суперфарм, продается эта вода, стоит абсолютно доступные деньги, там вообще, ну, очень она стоит недорого, и она доступна, чистейшая вода, раньше, самые большие мудрецы, царь Давид, откуда он пил, он из источника пил, родник, ведрами принесли, то есть, откуда была, такой пластиковая бутылка, за тысячи лет назад, я бы ее продал бы, наверное, за, там, килограмм золота, потому что таких бутылок не было, вообще, представляете, вот, поэтому, Всевышний дает нам всем очень много, а мы должны уметь отдавать, как отдавать, делать другим людям добро, учить Тору, выполнять заповеди, то есть, мы должны Всевышнему давать, ну, как минимум, огромную, огромную благодарность, любовь и страх, потому что, и почет, уважение, уважение, это смесь между страхом и любовью, все, и тогда все будет ровненько, красиво, спокойно, пройдем свой жизненный путь, накопим, накопим духовные силы, чтобы подняться туда потом, в вечную жизнь, знаете, как, хорошего делства, как воздушный шар, чем его наполнять, заповеди, Тора, добрые дела, молитвы, и, конечно, сдака, вы можете инициировать уроки Торы, чтобы, мы сейчас прям делаем это очень важной программой, то есть, вы, если вы хотите посвятить, чтобы было личное посвящение, ваш урок Торы, на какую-то тему, значит, вы связываетесь с Яковом Шатадиным, тысяча долларов, для кого-то это большие деньги, для кого-то это вообще небольшие деньги, но нам стоит сделать урок Торы, и его потом поставить на продвижение.